всем привет меня зовут александр катин вы можете называть меня саша катин это мой сайт здесь написано чем я занимался чем я занимаюсь сейчас и я хотел бы поговорить с вами о том как как стараться и даже как как делать клевые проекты я хотел бы сделать свои скринкасты максимально полезными и рассказать о двух вещах первая вещь которая я надеюсь вам пригодится это как придумывать идею как пройти весь путь от состояния когда у вас есть десять идей в голове и даже сто идей в голове вы не знаете за какую идею взяться и что действительно нужно реализовывать что отправить на конкурс и второй момент который хотелось бы обсудить это как подойти к выбору инструмента для реализации этих самых идей смотрите я хочу чтобы после скринкастов оставалось что-то еще что-то зафиксированное поэтому я буду пользоваться текстовым редактором куда буду по ходу дела записывать какие-то важные тезисы важные мысли которые потенциально должны вам помочь для начала это хороший подход вообще к разбору разбору идеи стоит избавиться от всего лишнего у нас есть такой документ здесь всякие правила собраны но нас с вами будет интересовать а идея относящиеся к одному из трех типов и б как это видео реализовать первое 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 направление это мульти текст мульти текст текст второе направление это книга в минуту третье направление это пространство и время я опущу фамилию пространство и время смотрите у нас есть край направления нужно выбрать что-то из них наверняка вы в какой-то форме сталкивались все 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 направления в той или иной степени затрагивает видео видео продакшн но например первое больше то есть первое направление это такое традиционное видео второе второе направление более художественное второе направление это трейлер то есть видеоролик скорее рекламный он направленный на то чтобы люди захотели купить книгу или если она свободном доступе прочитать ее до свободном доступе пойти в библиотеку в конце концов то есть это видео которое должно нести совершенно определенное послание определенное сообщение прочитайте пожалуйста какую-то книгу солженицына первое первое направление чуть более на мой взгляд абстрактное это скорее ваше высказывание как художника и у художественного высказывания может не быть очевидно очевидно какого-то призыва к действию скажем так давайте напишем здесь есть призыв действия здесь мы напишем очевидного призыва к действию нет призыв к действию пожалуйста прочтите книгу пожалуйста прочтите книгу третье направление довольно специфическое опять же на мой взгляд мне кажется оно и самое интересное это можно развернуть в самую полезную для зрителя вещь объясню почему третье направление мне кажется самым журналистским журналистика это как раз донесение донесение какой-то мысли подкрепленные фактами до читателя до зрителя и наверное поэтому третье направление для меня самое самое интересное самое привлекательное почему потому что здесь мы задействуем не только эмоции и эстетический подход то есть мы задействуем не только визуальную часть как например в первом направлении да и не только мы думаем над каким-то сообщением для зрителя не только адресуем зрителям свое сообщение но и в третьем направлении наконец работаем с фактами работаем с фактами здесь можно придумать многое давайте еще раз пройдемся по всем трем первое художественное высказывание видео с вашим художественным высказыванием в правилах конкурса говорится что здесь нет какого-то единственного верного единственной верной техники исполнения этого видео вы можете не знаю нарисовать ручкой в тетрадке раскадровку то есть супер простые картинки которые потом сложится видео если вы последовательно составите все фотографии сделанные на камеру или на смартфон в единый ряд да вы их сшиваете в единый ряд у вас получается видео даже если вы отрисовали всю графику в блокноте в бумажном я подозреваю что так очень быстро можно сделать какую-то анимацию можно мне кажется вообще здесь обойтись без визуальной части да смело трактовать условия компьютерную ручную графику звук и сделать например только компьютерную графику и звук или только звук с каким-то очень абстрактным одним графическим объектом мне кажется в рамках первого направления можно дать себе довольно большую свободу второе направление подразумевает более глубокую работу над сценарием у вас наверняка сразу по прочтению по прочтению условий возникает миллион мыслей в голове вы не знаете за что взяться начните выписывать мысли друг за другом просто вот куда угодно в бумажный блокнот ваш надежный товарищ в блокнот на компьютере куда угодно неважно очень важно не зацикливаться на том какую идею вы считаете гениальной но попробовать провести ресерч исследование того не было ли уже похожей идеи давайте пока запишем все что справедливо для всех трех направлений продумывание идеи начинается продумывание идеи начинается с выписывания всех мыслей к ней относящихся блокнот тетрадь лист бумаги google документы и так далее следующий пункт это проведение анализа проведение анализа и творческого поиска объясню что такое анализ идей и творческий поиск вот у вас есть десять идей по тому как можно что должно получиться в итоге да предположим в мультитексте вы анализируете частоту употребления какого-то слова во всех произведениях Солженицына например или в каком-то одном произведении объемном предположим у вас есть в текстовом формате полный полный текст книги неплохая идея очень журналистская как мне кажется она может подойти наверное для всех трех направлений но хорошо бы понять что в этом направлении уже делалось мы придумали идею теперь мы можем по каким-то ключевым словам поискать я подчеркну сразу наверное искать стоит и на русском и на английском если вы в достаточной степени владеете английским как это можно сделать ну обычный google вам в помощь вы можете вбить частота употребление слова в книге и посмотреть делалось ли уже что-то такое частота употребления слов в книгах хорошая ссылка и ну давайте посмотрим новый сервис google он не работает новый сервис не такой же не такой уж новый n grams google ничего страшного у нас есть зацепка мы выступаем в роли такого расследователя шерлока холмса грамм google я посмотрел вот здесь у ссылки в левом нижнем углу показывается ее адрес ngrams google labs и по ключевому слову ngrams я нашел вот этот сайт google вообще является огромным агрегатором всех книг я подозреваю что в основном англоязычных но это для нас не является препятствием сейчас мы проводим исследование смотрите здесь есть поле для ввода ключевого слова да того слова которое вы хотите исследовать того слова частоту использования которого вы хотите показать здесь есть возможность ограничить поиск годами значит с самого начала 19 века по начало 21 например и язык посмотрим есть ли здесь русский да действительно есть 2009 и скорее всего это последний год за который есть русскоязычные книги в библиотеке google давайте посмотрим слово солнце например какое угодно солнце и солнце 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 смотрите у нас появляется какая-то статистика по употреблению слова солнце в книгах на русском языке вот за такой период которая показывается в виде привычного нам графика с excel мы наверняка сталкивались в школе в институте все очень понятная история каждый год показывается частота употребления этого слова в книгах возможно я так подозреваю это все-таки статистика только за один 2009 год но тем не менее пример хороший довольно интересный сервис и на самом деле вот те действия которые мы проделали они довольно неплохо иллюстрируют то как проводится исследование если вы писали какие-то рефераты доклады ну вы с этим тоже сталкивались вы берете сводите какую-то идею к ключевым словам к ключевой фразе и по этим ключевым словам вы можете начать поиск наверняка что-то всплывет есть второй момент как мы сказали вот эта штука с визуализацией визуализации частоты употребления слова в книгах Солженицына ну можно привязать наверное лучше всего привязать к третьему к третьему направлению нам важно чтобы придуманные идеи дали какие-то ростки реализовались то есть получилась работающая штука получился какой-то видеоряд какая-то может быть интерактивная инсталляция мультимедийная презентация что угодно возвращаясь к третьей идее пространство и время Солженицына работаем с фактами частота использования слова в книге мне кажется отличный факт мы придумали идею для третьего направления провели базовое базовый анализ идеи и базово исследовали ее как результат мы увидели похожий сервис от которого мы можем оттолкнуться и на основе которого мы можем построить свою например презентацию как искать эстетический подход как работать с художественным подходом давайте поговорим об этом нужно найти опять же что-то похожее предположим мы придумываем теперь идею по какому-то другому направлению например по мультитексту художественное высказывание да я запишу здесь художественное высказывание открытое интерпретации в художественное высказывание вам важна не только техническая часть не только анализ идеи анализ того как ваша идея будет работать но и то конечно же как она будет выглядеть и наверняка у вас есть какое-то представление о том как это будет выглядеть предположим я делаю только черно-белую графику с классическим звуковым рядом то есть с композициями классических композиторов и графикой я хочу сказать не знаю с помощью графики я хочу показать все все может быть природные объекты которые упоминаются в книгах Солженицын ну почему нет видео высказывание да природные объекты упоминающиеся в книге или во всех книгах Солженицын я придумал идею как мы уже умеем мы можем разбить эту идею на какие-то ключевые слова природные объекты черно-белая графика классические композиторы у нас есть три группы на основе этих трех групп мы можем строить уже свое высказывание сфокусируемся на прежде всего в визуальном высказывании потом коротко скажем про звук где искать похожие вещи в принципе google или яндекс яндекс картинки да google картинки это хорошее место чтобы начать свой поиск давайте напишем google.com и здесь времена я буду искать пока по-русски времена года времена года ну что-то такое природное времена года и потом я хочу поискать например тайгу или лес что-то такое времена года так ok поиск images картинки вот это какой-то набор картинок который показывает нам google теперь попробуем поискать времена года лес с тайга да это все фотографии которые находят по этим ключевым словам google я настоятельно не рекомендую использовать картинки которые вы прям вот так нашли в гугле в ваших конкурсных работах это правило плохого тона то есть нужно стремиться создавать что-то свое если вам нравится красивая картинка из гугла это не значит что ее сразу так можно использовать во-первых картинки бывают с авторскими правами и без ну то есть в открытом доступе два основных типа которые нас интересуют первая картинка с авторскими правами то что она есть просто в выдаче гугла это не значит что любой человек может ее использовать search settings так извините tools да угла у меня все по-английски здесь есть права использования наверное по-русски usage rights нефильтрованные то есть все подряд и те которые принадлежат кому-то и за их использование нужно платить и те которые можно использовать свободно чтобы найти все что можно использовать свободно можно вот выбрать здесь любой из да помеченные для некоммерческого использования с изменениями с модификацией и просто для некоммерческого использования предположим нас интересует вот это да это картинки которые можно свободно использовать И, мало того, их можно свободно как-то преобразовывать. Это картинки, относящиеся к природе, к одной из наших ключевых групп слов. Помимо Google, Яндекса и их поисковой выдачи, есть хороший ресурс, который называется Unsplash. Unsplash.com Вот такой сайт. Все картинки на этом сайте можно использовать свободно. Это специальный сайт, где коллекционируются очень красивые картинки для художников, дизайнеров, которые можно использовать без указания авторства, преобразовывать для своих работ. Можно кликнуть на картинку, нажать скачать ее и смело добавлять в свое видео. Поехали дальше. Мы поговорили про анализ идей и про творческий поиск. Пару слов про озвучку. Мне кажется, самым хорошим способом будет сделать озвучку самим. Микрофон есть почти в каждом ноутбуке. Не очень хороший, но тем не менее. Микрофоны есть во многих веб-камерах. Микрофоны есть в ваших телефонах. Диктофоны. То есть все эти вещи позволят вам сделать какую-то озвучку. Вы можете надиктовать какой-то аудиоряд. Вы можете написать текст, записать свой голос или голос другого человека, который читает этот текст. И получится искренне. Мне кажется, это самая лучшая озвучка, которая может быть для подобных вещей. Конечно, можно скачать понравившийся вам какой-то саундтрек. Поискать свободный доступный саундтрек, незащищенный авторскими правами. И попробуйте использовать его в своей работе. Попробуйте поискать видео, поискать фильмы, которые вам нравятся и по картинке, и по озвучке. Попробуйте поискать музыкальные альбомы, которые вам нравятся по озвучке. Ищите то, что вам нравится. Собирайте. В одном месте. Не усложняйте. Будьте искренны. В придумывании и оценке идей. Следующим шагом, скорее всего, будет попытка создать какой-то черновик. Наша идея с природными объектами из книг Солженицына, с озвучкой из классических композиций, требует какой-то проверки. У нас есть правила, в которых сказано, что в видео от минуты, результирующее видео, от минуты до двух минут. Это довольно большая продолжительность. И на создание этого видео можно потратить много времени на создание финального видео. Хорошей практикой является проверка идей. Проверяйте идеи черновиками. Я не призываю вас сразу делать полутора-двух минутное видео. Сделайте очень простую сшивку из 20 картинок и покажите ее кому-нибудь. Отложите ее, подождите один день, посмотрите на нее снова и поймите, хорошие ли это картинки. Поищите то, что уже делалось. Давайте двинемся дальше. Мы поговорили про начальное продумывание идей, про анализ, про творческий поиск. Мы поговорили, как важно быть искренним с самим собой. Как важно не усложнять свою идею. Потому что человеку свойственно откладывать все на последний момент. И, соответственно, работа, сделанная в последний вечер, скорее всего, будет хуже, чем работа, которая делалась на протяжении, например, недели, маленькими кусочками. Тем не менее, у вас есть достаточно времени, чтобы отдохнуть, чтобы подумать, чтобы сделать паузу между рабочими моментами, оценить свою идею, внести какие-то коррективы. Вы не стремитесь уместить всю свою работу в один вечер, всю свою работу над проектом в один вечер. Это важно.